друзья приветствую вас это дневной обзор давайте посмотрим что у нас происходит и что нам ожидать так но германия разочаровалась сегодня поэтому по евро негативная динамика вообще как бы по европе стата вышла хуже чем предполагалось из-за этого общем-то нормального роста то и нету с утра только немножко подросли сейчас начинается болтание так далее что у нас идет число первичных заявок на получение безработицы по сша ну как вышла она конечно хуже чем ожидалось но не сильно хуже там буквально дули процентов разницы так давайте посмотрим текущую ситуацию перейдем графиком так smp торгуется в рамках растущего канала пока все нормально никаких негативных последствий на текущий момент нету так на понисти у нас отскок пока продолжается здесь сейчас достаточно примечательная ситуация потому что с одной стороны как бы на росте не идет объем то есть это говорит о том что движение она постепенно выдыхается с другой стороны сейчас вот подошли к черте 22 вот здесь будет либо пробой вот этого диапазона 22 2283 на растущем объеме сразу отработка цели первые 26 и 1 и в дальнейшем движение на 28 метре но хотя бы вот сюда вот или же сейчас скорее всего где-то от этого диапазона 22 и 2 22 и 8 последует отбой и откат соответственно первая цель будет 20 73 и потом по факту пробития 20 19 и 8 скорее всего пойдет он на 18 с половиной вот сюда вот где у него сильный уровень который еще как бы много-много лет назад был сформирован но и на часовики аналогичная ситуация то есть идет постепенно поджатие и случае пробития 22 и 8 22 83 растущем объеме отсюда тогда сразу сформируется движение прямо на 25 и 3 но вот этот диапазон консолидационный который ранее был 25 и 328 метре и промежуточная цель 27 и 1 вот здесь то есть борьба за этот уровень если будет от него отбой то сразу понесет 21 и до 18 с половиной но с одной стороны хорошо что растет нефть с другой стороны надо понимать что пока этот избыток нефти он никуда не делся вот то что мы сейчас видим на самом деле это всего лишь отскок который идет после того как вынесли сначала всех лангистов потом здесь шартистов прижали и вот из-за этого на этом топливе сейчас а сколько идет но фундаментально пока диспропорция предложение спроса она не разрешена поэтому здесь при малейшем росте стоит фиксировать прибыль и после отката ну либо как бы как только разворотная формация вот как здесь шутить немножко откатывается закрывать позиции вот то есть работать в короткую имеется ввиду внутри дня потому что сейчас перенос позиции он шреват по нефти и вообще я думаю сейчас когда от нефти лучше лучше не трогать потому что после этого печального инцидента с фьючерсами американскими на американскую нефть я думаю будет проблема и сейчас и в дальнейшем с ликвидности по нефти и возможно по другим товарным фьючерсом потому что будут с опаской относиться к таким инструментом так индекс мост биржи ммвб но ведь вот никак не может он пробить 2600 то есть идет отбой от уровня сейчас поджатия но для того чтобы пошел рост нужен пробой вот этого уровня и движения в диапазон 2630 2650 если здесь сейчас пробои не будет то скорее всего это пройдет к откату первая цель 2570 вот сюда вот и по факту пробития 2553 но сначала вот он вот эту цель закроет 2548 2547 а потом скорее всего он полетит вот сюда вот откуда он это движение начал на 2480 поэтому здесь вот сейчас очень будет тонкий момент взятие вот этого уровня поскольку по нефти сейчас особых объемов нету на рост то вполне возможно что отсюда сейчас пойдет разворотная формация и закроем и день снижением так далее доллар рубль смотрите вот здесь цель которая у нас была 74 43 74 5 ее поднивки отработали закрыли сейчас либо будет дальнейшее движение на 74 и случай пробой 74 пойдет движение вот сюда вот к нижней границе 72 и 8 на более вероятно что отсюда будет отбой и мы увидим движение по укреплению доллара семьдесят пять с половиной далее вот если все-таки этого не произойдет то сейчас у пробьем 74 то это скорее всего приведет движению на эту нижнюю границу 73 72 91 так ну вот что у нас здесь произошло по сути вот он вернулся в диапазон вот этого накопления предыдущего откуда просекал вот этот рост и сейчас здесь либо будет пробит вот этот уровень сейчас часа и часовик юсд tomorrow либо будет пробит вот этот уровень который 74 25 74 23 пробития на растущем объеме этого уровня уведет вот сюда диапазон 73 86 74 и 1 или же здесь сейчас будет разворот вот по итогам этого часа сейчас 1608 по москве соответственно если у нас сейчас начнется рост и он будет еще объемом сопровождаться то вполне возможно что сегодня мы увидим движение возвратное вот куда-то сюда на 75 в том случае если все-таки идем в этот диапазон и пробиваем 74 22 то соответственно у нас формируется движение на 74 73 73 88 74 вот сюда вот в этот диапазон вот тут все зависит значительной степени от нефти сейчас но нефть сейчас вполне может скорректироваться на текущий момент и соответственно тогда будет отстрел вот сюда в верхней границе здесь смотрите какой момент завтра 25 число и завтра либо в понедельник конец месяца окончание так называемого налогового периода это может привести к ослаблению рубля так но если рассматриваем 15 минутку то здесь у нас получается разворотная формация сформировалась и по этой разворотной формации первая цель движения 74 93 случае если пойдет дальнейшее пробитие 75 возврат в диапазон 75 23 75 и 1 здесь если сейчас будет пробой 74 26 25 на растущем объеме то это движение приведет укреплению рубля до тех целей которые мы сейчас с вами смотрели на часы реки и на дневке на 15 минутки здесь чуткой разворотной формации с движением сначала вот сюда на 74 день потом возврат вот в эту область так друзья давайте еще рубль евро посмотрим сегодня германии европа нас подвели но с другой стороны евро до падала евро рубль евро сейчас пришло на уровень здесь сильный уровень проходит и вот этот диапазон 79 97 80 с половиной он является очень вероятным для разворота и укрепления евро против рубля вот сейчас если здесь разворотную формацию мы увидим то весьма вероятно что ближайшее время будет движение на 82 27 в том случае если все таки вдруг происходит пробитие 80 целых одна десятая то дальше со свистом сразу полетит на 79 8 случае пробить и вот этого значения там будет уход уже на 78 с половиной но такой сценарий я думаю пока еще маловероятен потому что для того чтобы такой сценарий был реализован нужно чтобы нефти сходила хотя бы на 27 пока как бы на сегодня движением на 27 1 даже и близко не пахнет так друзья на смотрите 15 минут к указывает здесь весьма вероятную разворотную формацию вот здесь у нас отливы отливы были дальше здесь вот весь пар выпустили сейчас она начинает разворачиваться по факту здесь вот разворота цель движения как вы видите будет вот сюда вот восемьдесят 181 15 выход объема четкая разворотная формация вблизи сильного уровня и но как здесь будут промежуточные цели 1 промежуточная цель это 8095 вот сюда вот очень высока вероятность того что сегодня дойдет и потом пойдет вот сюда вот закрывать эту цель 81 далее следующая цель если здесь начинает торговаться и нефть откатывается вниз и у нас 82 13 обращаю внимание если здесь сегодня будет пробить и 80 целых одна десятая то соответственно мы уходим тестировать 79 5 и далее ниже но сейчас на 15 минутках разворотная формация так друзья давайте фьючерс на индекс ртс посмотрим что у нас здесь такого интересного происходит вот не пробили вот этот уровень и вот этот диапазон 1809 . только его пробили должно было состояться движение на 112 но так здесь он и толчется пока поскольку по нефти сейчас потенциала для движения наверх нет то вполне вероятно что данный уровень который 108 108 900 109 тысяч мы сегодня не пробьем соответственно если мы его сегодня не пробьем то отсюда высока вероятность того что разовьется корректирующие движение первая цель по которому но от которой совсем рядом это у нас соответственно 107 500 вот сюда и в случае пробоя 107 200 идет поэтапное закрытие цели 106 500 и потом движение сюда 100 105 тысяч 750 вот если не удерживается здесь идет пробитие уровня 103 700 то дали отсюда пули он полетит на тысячу один или на 1500 вот сюда вот в этот диапазон то сейчас ключевое движение тут отработка этого уровня так давайте 15 минутку глядь но 15 минутка у нас говорит о том что движение скорее всего выдохла сейчас разовьется движение цель по которому будет вот сюда вот на 106 720 но если все-таки пробой что 9 109 100 на растущем объеме тогда высоко вероятность того что разовьется движение к 112 но видите тут как бы по нефти с одной стороны под нефти разворотная формация с другой стороны сейчас по 4 часовику показывает что наиболее вероятно корректирующие движение откат а дальше по ситуации вот надо помнить что по нефти в любой момент может быть час заход вниз это не значит что надо сидеть дрожать надо просто поставить по другим инструментом которые с нефтью связаны по ртс я думаю более вероятно сейчас какой-то корректирующие движение либо вот сюда вот на 107 900 либо вот сюда вот сюда даже скорее 1006 800 цель для движения далее если будет пробита 105 400 на объеме то здесь уже его вынесет на 104 тысячи без существенного ослабления обвала нефти я думаю на самом деле ниже 104 тысяч он сейчас что пойдет маловероятно так далее сбербанк сбербанк разочароваться сегодня потому что как бы при таком отскоке по нефти он даже не пробил 192 с половиной не слетал наверх так но здесь поскольку нефтяной драйвер у нас на сегодня исчерпывается то вполне вероятно что по сбербанку мы увидим откат сегодня вот сюда на 189 сейчас мы 15 минутку растянем так смотрите по 15 минутки у нас есть очень притягательные две цели по сбербанку первая цель она находится вот здесь на 189 и 3 вот он скорее всего сейчас пойдет на 189 и 3 далее если будет пробой на объеме 188 8 то это приведет вот здесь у него была мощнейшая проторговка на 187 и 3 я думаю сегодня отсюда он точно спустится и сюда вероятность поменьше но она тоже есть вот движение сюда вот в этот диапазон называют закрытие 187 и 3 в том случае если сегодня все-таки нефть попрет и мы увидим пробитие 192 192 целый одна десятая на растущем объеме то здесь скорее всего будет быстро пробита 192 и 5 и пойдет у нас 194 195 такой сценарий на мой взгляд сейчас маловероятен здесь более вероятно двойная вершина и вот эта двойная вершина она чревато тем что первая цель движения будет сюда на 189 и 3 и по факту пробитие 188 и 7 либо укол либо возврат на 189 и 2 если здесь не удерживается начинает расти объем это скорее всего дальнейшее движение 186 и 3 потом тестирование 184 5 так газпром сегодня наросся то здесь вот скорее всего ну я сомневаюсь что уже на 190 не сегодня хватит пороху для того чтобы пробить диапазон этот 190 190 и 8 на растущем объем не сходить на 194 здесь судя по всему намечается сейчас отбой от этого уровня и движение первая цель вот сюда вот 188 и в том случае если он пробьет 187 и 4 могут его на фоне энтузиазма с откатом вот сюда вот сводить на 185 и 3 на самом деле я думаю по газпрому более вероятно движение сюда дальнейшее движение вниз она сегодня как-то но мне кажется не очень вяжется если только не будет никаких потрясений негативного корпоратива корпоративных новостей по газпрому либо обвала по нефти там или по америке поэтому по газпрому скорее всего вот в этом диапазоне заход сюда если сейчас и сын пи начнет расти случится чудо или не в дернется наверх по конечно мы можем пробить этот диапазон и вот у него цель движения наверху 194 вот сюда его так или иначе сводит ли с никакого форс-мажора не случится но это я думаю будет скорее всего не сегодня уже сегодня скорее вот сюда и потом вот сюда на 187 так далее гмк одну цель отработали вот сюда вот он настроен сходить на 20700 по воде сейчас у нас немножко голову поднял но не сильно на 2000 дорос сейчас давайте посмотрим более короткий таймфрейм так но здесь смотрите по часовику напрашивается пробой сегодня я не уверен что они уже на пробой силы хватит пробой диапазона двадцать тысяч восемьдесят двадцать тысяч 120 в случае пробоя на объеме движения на 20700 вот сюда вот здесь скорее более вероятен корректирующий откат цель движению которого будет 19 700 ну да если 15 минутку смотреть то здесь по идее должен быть какой-нибудь корректирующий задер и соответственно здесь для него сейчас более логично вернуться на девятнадцать восемьсот может быть даже на девятнадцать семьсот но сейчас давайте паладе посмотрим что там паладе чудит ну смотрите паладе сейчас активно пошел наверх там рост на объемах все нормально есть один момент он подошел к верхней границе канала растущего локально сформированного поэтому здесь сейчас все будет зависит от паладе если паладе сейчас вот начинает пробивать 1950 и заходит на две тысячи но даже меточка там 2030 то есть он туда пойдет топа мы по гмк вполне можем увидеть пробой вот этого локального хая который возник сегодня и движение давайте сейчас часовик посмотрим у него есть промежуточная цель она находится на 20 тысяч 300 вот если он здесь сейчас пробьет туда 20 тысяч 300 его могут докатить но вот судя по 15 минутки да и по часовику вот он здесь подошел к уровню плюс сформировалась двойная вершина хорошему ему надо откатываться как минимум вот сюда вот на девятнадцать восемьсот может быть чуть пониже на девятнадцать пятьсот девятнадцать шестьсот и после набора позиции уже расти вот так что если здесь до пробиваем то 20 300 если паладе космос улетает 2700 берем но с точки зрения динамики движения сейчас более логично откатиться скорректироваться и завтра уже если паладе будет расти продолжить отработку вот этой цели все друзья спасибо за внимание